Приветствую вас на канале Асма Дэй Плей. Продолжаем играть про детектива. Пирс проснулся в лечебнице для душевнобольных, обустроенных в подвале Реверсантского института. Он познакомился с доктором Холден, подругой Брэдли, которая помогала ему сбежать. Бродя по коридорам этого заведения, которые находятся в полной власти доктора Холдера, Пирс разговаривал с человеком по имени Фрэнсис Сандерс. Перед смертью на глазах у детектива, он обвиняет Сару Холден в том, что это она виновата в его мучениях. Пирс наконец покидает проклятое здание в сопровождении Брэдли и Холден. Товарищи, по ним счастью, решают использовать особнях Холденов в качестве укрытия. Монстр, отоглас. Кто тут? Снова этот кошмар, нужно выпить. А это мы уже видели картину. Лучше зажигалка, я имею в виду, мне тут много освещать не надо. Мы опять в особняке, но сначала я хочу узнать, что об этом скажет Брэдли и доктор Скол. День. Как вы себя чувствуете, мистер Питер? Я долго спал. День только начинается, все в порядке. Как наш билет? Доктор Фуллер не сообщил о вашем исчезновении на охране, но скоро наверняка это сделает. Брэдли? А кто ж еще? Мистер Пирс, как вы себя чувствуете? Вы словно призрака увидели. Тут происходят вещи, которые я не могу объяснить. Расскажите нам, что произошло. Я видел людей в капюшонах, они украли картины миссис Хоккинс. О ком вы? И зачем он так поступать? Я не знаю, но они опасны. Они захватили пещеры под особняком, они проводили там какой-то ритуал. Один из входов располагается прямо под кабинетом Чарльза. Мы подозреваем, что мистер Хоккинс в этом замешан. Мои пациенты считают, что старые островитяне когда-то поклонялись примитивным божествам. Может быть, это путь? Я не слышался. Кто-то изуродовал статус святого Брэндона. Преступники, хулиганы. Неужели ничто посерьезнее нет? Возможно, я нашел зацепку. Я встретился с Фрэнсисом Сандерсом. Вы его знаете? Конечно же, это наш пациент. Или бывший пациент. Я не видел его с тех пор, как доктор Фуллер перевел его в подвал. Он знал Сару Хоккинс, и это его прикончило. Что? Как он умер? Я не знаю, смогу ли я это объяснить? Расскажите мне, как умер мистер Сандерс. Я не видел, что это было, но там, рядом с нами, совершенно точно что-то было. О чем вы? Сандерс говорил, что это был гость Сары Хоккинс. Он говорил о нем, как о живом существе. Сара Хоккинс, я что-то пропустил? Это не имеет смысла. Я не понимаю, как это поможет нам раскрыть дело Хоккинсов. Вы в самом деле думаете, она в этом замешан? Разве она могла убить мистер? Франсис Сандерс упоминал мисс Хоккинс прямо перед смертью. Это не совпадение. Франсис Сандерс, известный коллекционер живописи. Полагаю, вы сможете навестить визит его жене. Говорите, коллекционер живописи, так, наверное, они и познакомились. Если вы собираетесь на обед в дом Сандерсов, прошу вас избавить вдову от подробностей и о страданиях мужа. Я не согласен, она заслуживает узнать правду. Но это правда может быть неполным. Мы же точно не знаем. Он прав. Мы не можем закрывать глаза на правду. Это может свести с ума. Безумие очень ненавидеть. Так, хорошо. Я поговорю со вдовой Франсиса. Может быть, она идет связь между смертью ее мужа и Сарой Хоккинс. Только не окажитесь в больнице на этот раз. Постараюсь. Мы знаем правду, о том, что происходит на острове. События этой ночи перепутались у меня в голове. Она безображена опять. Эх, что у меня там? У меня что-то в дневнике появилось. Места. Строго говоря, я провел в больнице немного времени. Когда я проснулся, меня немедленно перевели в подвалы института и тайную лечебницу для душевнобольных, в которой доктор Фуллер без помех проводит свои эксперименты. Рядом с неприятным, на этом, мягко говоря, анатомическом рисунках стоят незнакомые машины. Я смог убраться из этого места, а в другой раз может не повезти. Так, это у нас торговец с предметами искусства. Принсис Сандерс знал Сару Хокинс. Кстати, по-моему, картины-то я покупал в основном. Так, доктор Фуллер, полновластный хозяин ревессантского института и его подвала, в которых он проводит нелегальные эксперименты над пациентами. Так, предметы знания. Последний опуск посвящен истории современной медицины. В наше время внука развивается с огромной скоростью через пару лет. Он будет бесполезен. Подожди, уйти. А здесь тоже уйти. Тоже уйти. Куда бы ни пошел, все, ухожу. Бирс Холден и Брэдли так. Пока еще голова шест. Ладно. Посмотрим. Это у нас какой-то музей, что ли. Ладно, ладно, смотрим-смотрим. Резиденция Сандерса. Погрузиться в безумие. Чем я могу помочь вам, сэр? Мистер Сандерс, я частный детектив. Мы должны поговорить о вашем муже и отношениях с Сарой Холкес. Можно мне войти? Входите. Но прежде чем мы продолжим, вы должны знать, что мой муж вчера умер. Именно поэтому я и пришел. Так-так, гляньте-ка, кто пришел. Ну, что ты-то здесь делаешь? Вы знакомы? Пересекались. У храброго детектива настоящий талантсовый свой рост, делая, который его не касается. Я сталкиваюсь с ней каждый раз, когда мне приходится расследовать чью-то смерть. Остров маленький детектив, и это мой остров, поэтому лучше, когда ты сталкиваешься со мной. Вы расследуете смерть Фрэнсиса? Почему? Кто вас нанял? Я говорил с Фрэнсисом незадолго до его смерти. Его история как-то связана с делом, над которым я работаю. Ну, что ж, раз уж дело меня не касается, я буду в кабинете вашего мужа, Ирин. Продолжим позже. Хорошо, мисс Бейкер. Сюда, мистер Пейрс. Сюда, мистер Пейрс. Устраивайтесь поудобнее, позже вы мне сможете много рассказать. Смогу рассказать. Вау, картины. Я не могу стать уйти. Могу ли я узнать, когда вы разговаривали с моим мужем? Вчера я встретил его в лечебнице, мы разговаривали про Сэрро Хокинс. Конечно же, он говорил с вами о ней. Он только о ней и разговаривал о Сэрре Хокинс, ее картинах. Прошу простить, мой тон. Дело в том, что мне не разрешали видеться с ним в тех пор, как он оказался в лечебнице. А вы совершенно чужой человек. Увиделись и даже поговорили с ним в день его смерти. Как это было? Вы были рядом, когда у него случился приступ. Что произошло? Какой приступ? Так, вы не должны считать себя виноваты. Он умирал прямо у меня на глазах и страшно кричал. Кричал, что межпространственный бродяга, а нашел его. О, Боже, снова эта история. Зачем его отправили в больницу? Потому что он начал содрогаться, и его скрутило до боли или ужаса. Трудно сказать. Прошу прощения. Я не знаю, что, и даже не видел на самом деле, или чего-то я не видел. Но хорошо, что вас там не было. Я должна была там быть? То, что вы мне говорите, просто оскорбительно. Я должна понять, как это могло произойти, в каком известном институте. И прямо у вас на глазах? Вы не сделали ничего, чтобы помочь ему? Так. Я не отправлял сюда. По всем, Боже, я не знаю. Это вы отправили его в лечебницу для душевной больни. Но как вы смеете? А что вам не оставалось делать? Да таки. Смотреть, как разрушается столь блистательный ум? Каждую ночью просыпаюсь от того, что он кричал в ужасе, окаменевший перед этой проклятой картиной и не способный отвести от нее взгляд. А потом он выдаил себе глаза. Собственными руками. Мне стоило прислушаться к доктору Хуллеру. Позвольте. Если я в чем-то и виноват, то только в медлительности. Я не собираюсь вас обвинять, миссис Сандерс. Я устал, миссис Сандерс. Я буду благодарна вам, если вы скажете, что хотите, а потом уйдете. Рассказать мне про межпространство, бродягу. Так, а что тут делать? Нет, да как мне не... Хотя да. Мне про бродягу интересно. Полагаю, ваш муж уже упоминал о том, межпространственном бродягу. Только о нем и говорил я, если вы можете себе это представить. Он видит Силь прямо в центре галереи. Лучше место для картины, которая обеспечила его привилегию какой-то прозрачной, жалкой смерти. Подождите-ка. Так, бродяга? Это картина, картина Сары Хоукинг, а чаш еще, кто еще такие ужасы рисует, посмотрите сами, если хотите. Сейчас это моя единственная зацепка. Полагаю, мне нечего терять. Значит, вы плохо меня слушали. Что до меня, то я больше не захожу в галерею, но если вы так хотите, ее увидеть, миссис Сандерс. Спасибо, мистер Сандерс. Это не займет много времени. Ага. Так. Да нет, рассудок, ух ты. Во, открылась. Смерть Фрэнсиса была самым странным событием. Так, это потрясение, так. Ничто не могло объяснить. Так, перс начинает сомневаться в своих способностях, отличать реальность от предыдущих его кошмара. Страшное открытие. Смотри в подвалы, так, перс вошел в короту, получал принятую заморк. Однако, сильная степень разложения трупов в этом помещении, быстро заставляет его осознать, что он не ошибался. Ничто не могло оправдать существование такого склепа в больнице. Так, жизнь пирс, свидетели в это помещение. А здесь у нас чё? А, культ в туннелях под особняком. Пирс все еще не знает, верить ли ему своим глазам. Так, это мне не надо. 41 год, кошмарной смерти в подвалах. Махнула рукой задолго до мужа. Понятненько. Ладно. Давайте посмотрим. В этот день, бродяга, пришел в жизнь читы Сандерс. Так. Ага. Дом художников. Да, подожди. Дом художников. Да. Фрэнсис Сандерс. Фрэнсис Сандерс. Так, были близки. Фрэнсис. Может быть, даже дружили. Так. Сандерс Аксессион. Журнал, приобретенный Сандерс, на просе бродяги. Он написал, наконец-то. Чего же так боялся, Сара Хоккинс, если не хотела продавать картину? Он, наконец-то, победил. Сандерс знал о своем неизбежном конце. Блин. Не показано, да? Она не хотела, чтобы Сандерс завладел картиной. Она, наверное, чувствовала себя опустошенной. Она признает Сару Хоккинс. Презирает. Но по-настоящему ненавидит картину. Почему? Господи. Бродяга. Нужно ее увидеть. Подожди. Уважаемый госпожа, я подтверждаю получение письма, в котором вы требуете вернуть вам тело почившего мужа. К сожалению, вынужден сообщить, что я не могу вернуть его вам в момент его помещения в лечебницу. Вы подписали форму отказа, которая позволяет мне избавиться от тела. Таким образом, какой я сочту наиболее подходящим. Приношу вам свои глубочайшие соболезнования. Томас Фуллер. Еще и тело не отдаешь, чтобы не знали. Так. Где-то мелодия должна быть. Пока в каком последовании. Второй том описывает все возможные заболевания от газовой гангрены до траншейного нефрита. Помимо подобных исследований в книге приведено и несколько авангардных теорий. Из-за невероятной сложности текста разобраться в нем могут только эксперты. О, господи, ну и картинка. Закрыто. Посмотрите, бродягу, да до бродяги мы еще не дошли. Вот картину того. Кубизм. Закрыто. Что-то не понял, только что было другое. Вроде в крови. Let's see what this is. Запись для фонографа, который Фрэнсис Андрис оставил своей жене Ирэн. Посмотрите, что расскажет в цилиндре, если вставить его. Ага, ну да. А вот это я уверенна, она была только что в крови толкает и подтек крови был. Ирэн, я совершил ошибку, боюсь, теперь уже слишком поздно. Никто не должен сюда входить. Разве что для того, чтобы все сжечь, мне так и не хватило храбрости. Заплати кому-нибудь, чтобы он все же сделал. Он в моей голове. Я вижу его перед веками. Каждый раз, когда закрываю глаза. Да, вот лишение глаз от тебя не может избавить от него. Я не могу сдерживать его, прости меня. Я больше не могу это выносить. Я не должна была позволить им забрать тебя, что и наделала. Все моя вина. Все, что я сделала. Все все у меня в fault. Что у нас еще тут есть? Так. блин близкими все-таки кажется тут как-то смотрите смотрите бродягу это все закрыто тихо и ты здесь посмотрим перед тем как они мне не помешать а нашего теснотворных ответки в доме сандерса интересно кому их приписали фрэнсису или ирен дорогой формат умоляю тебя не мечтать даже об этой проклятой картине если наша дружба для тебя хоть что-то значит пожалуйста избать меня от чувства вины я не могу стать причиной твоего падения прошу тебя мой дорогой друг забудь о бродяге твоя подруга сара hoppins несколько месяцев сара hoppins отказывалась расставаться со своей картиной вдруг просто подарила ее да интересно кстати что-то заставила за ее так перекрестная проверка информации представлены фрэнсисом сэндрисом его вдовой может реконструировать события из которых сандерса оказался в клинике все указывает на то что сандерс и сара hoppins были близки их связывал не только интерес который коллекционер проявлял к работам художества мы видимые какие-то дружеские чувства это подтверждается многократными отказами саре hoppins продавать картину под названием бродяга против всех ожиданий в итоге она подалась на уговоры картину подарила где читался художеств это видимо кто-то так это подтверждает многократными отказами так продать картину под названием бродяга против всех ожиданий в итоге она поддалась на уговоры картину подарила чувство который испытывал эрнс андерс по отношению сари хоккес объясняются выдвинутыми обвинениями она считает что сандерс сошел с ума вскоре после того как завладел картиной уважаемая госпожа я подтверждаю получение письма в котором вы требуете вернуть так а ну то мы считали еще улика умоляю тебя не мечтать даже об этом но есть и предметы вот так вот знание второй том описывать все возможности заболевания но у нас вот первый тон да где-то был окно и таблетки таблетки кому-то не принадлежат правда да мы не знаем в этом томе рассказывается дневник же жены священника части в этом томе рассказывается о сообществе преподобного викт виквуда его жена обеспокоена страны местами которые снятся пасти преподобного с момента прибытия на остров некоторые члены сообщества в том числе и ее муж начали говорить будто бы эти видения посланы им богом она боится что все эти всех их ждет судьба пропавшего племени господи она еще и про племя то знала это студенческая работа выпущенная в форме книги хотя наблюдение автора и вызывает определенный интерес ему явно не хватает знаний и опыта на поставленные вопросы позволяют задумываться о новых способах исследования человеческой анатомии после анатомии вы будете читать книгу прочитать это не так на вашу судьбу это энциклопедия чудовищных и неизвестных тварей я начинаю верить что они существуют молот тварей том 2 вот так вот ну ладно ух ты посмотреть информацию персонажа да мне не то на еще где-то рассудок вот осматривая безымянную книжку лавку пирс прочитал древний тракт молот твари в этом без диаре перечисляется многочисленные существа из оккультного мира и параллельных измерений сама природа этого знания делает эту книгу дурной читаю и пирс повредился рассудком так это рассудок на предметы знания это еще три оккультизм ой твою что межпространственный бродяга ух ты какой один рот только глаз нет ни зачем ушей нет межпространственный бродяга про и приходит из мрачного и негостеприимного измерения где вечно голодает из-за нехватки пищи поэтому постоянно готов отправиться в другие измерения пожирать их обитателей постарайся никогда не ослаблять защитную вальс своего измерения иначе рискуешь привлечь эту опасную тварь если это произойдет достаточно лишь взглянуть на него чтобы это существо укоренилась в своем измерении и раздробила тебя когтями выдержка из молот тварей то есть не смотреть на него люди собирают знания так по срокам что диктует мне великие древние а также по другим книгам введениях которые брушится на меня слышу имена я вижу силуэты таинственных существ скоро мир примет молот тварей вместилище анатомического космического и межпространственного знаний как авторитетный труд эта книга самая ничестивая из проклятых гримуаров когда-нибудь станет последним барьером между человеками и хищниками скрытыми из улов скрытыми за пологами параллельных измерений жаждущик сожрать его ты уже второй раз приходишь на дорогу постарайся чтобы это был а мне у меня много вредных привычек один очень опасные другие за час я пришел в эту галерею я еще одна картина и за еще одной картины сары хоггинс она связана с ужасами которые обнаружил на этом острове какой сюрприз я слушаю хорош в любви и на войне все средства хороши ухты открыл кто-то достал ключ ключ от галереи сандерса а ты начал смотрела на щупальце папа открыта галерея сандерса прятаться моего каустрофобия страдает так какой странный кинжал господи череп тут тоже ножи и дубинка это что-то 30 серебряников эту картину мы уже видели господи здесь такая же какие же вы страшно о подождите тут оказывается много кинжалов то есть лампадка горит какая-то вот такой кинжал на щупальце форсты наверное артехакты до колумбовой эпохи еще раз артефакт артефакт до колумбовой эпохи почему решил что до колумбовой вот тут с глазом такой якобы были где-то в мультике видел до такой меч с глазом демоном присущи а так то ли щит то ли тоже какой-то меч охренеть у тебя рожата еще и ребенка тащит здесь такой нож ё-моё а вон она подожди пока мы до нее не дошли но это тоже своего рода дай какой-то похожий он просто так вот издалека посмотреть а так только здесь три головы паблика антранс ты договор главный вход в галерею тут опять кого-то уносит подождите заправили господи прямо с головы это растет такой кошмар а то чё хмыка что когда и все о вот бродяга вот бродяга только своего рода другие то господи вот эти вообще ножом нож это или чё он воткнется на хрен просто царапать что хватит я не знаю почему он так и интересовался старым оружием кстати вот этот неинтересный я на нас хотел маску посмотреть это скрижаль они охраняют посмотрите опять же я как понимаю тут от кого-то бегать надо что любую прятаться мы это смотрели нож да это смотрели нож чем отмахиваться от вас лев тоже the man transform это человек целый крылос и особняка превратил в картинную галерею вот действия нету вот кстати опять маска такая бог поймите в какой-то видите все на вол на потолке то гуся души нихрена себе мальчик печенькой тоже какое-то убийство происходит морского котика львом ой медведем вот ты не оживи только может отчета упускаю почему здесь только всего ладно давайте заправимся все тут у нас уже без крови души ну вот это интересно совсем а где у нас шкафы то он так не обладает даже крупицей таланта сары хоккенс сандерс в малейших деталях нарисовал кинжал а я видела необычной формы на гарде изображен эзотерический символ который часто встречается в его переписки сарай кинжал был уже в коллекции сандерс и или тот только пытался завладеть и подожди а я же минутку где-то в этой комнате нет нет а мне так если чё берем и вот чё-то чё-то отмахиваемся нет она смотрим а фильм чё картина преобразовывается от нее даже сияние происходит не надо смотреть на него а охренеть он большой но вроде бы слепой что-то еще черт побери биби а у меня был нож блин давай блин вот я а и 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 Обратно! Как меня убить? Что это было? 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 Да беги! Беги! Я убью тебя, лодочник! На! Ух ты! Близ Малитика я смог успел! Беги! 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 Что смотришь? Беги! А на картине не царапинки, да? А чё с моей рукой? Беги! Что происходит? Ты веришь, что тебе больше не пригодится? Ты теряешь хвате на кейс в таком раскладе? Прав? Бутылка прикончила тебе раньше, чем я? ничего не видела я видела как ты чуть было не вот у себя в руку кинжал я пропустила что-то поинтереснее сандер была прав эта картина проклята о чем-то о чем вы говорите у меня пока это тварь я сумел ее прогнать кажется мне тоже и все знала про этого монстра о чем вы говорите считайте что тебе повезло ведь я спасла твою руку пусть даже я сделал это ради спасения товара имеешь виду меня нести себе дорогуша я говорю про содержимое этой галереи и кстати куда-то собирался кинжалом жизнь и это не просто тебе стоит поговорить дрейком он торгует антипариатом здесь это он продал кинжал сандерса ты дашь информацию не в твоих правилах можешь считать это платы за то что доставил информацию мне просто и теперь или к своему торговцу древности мне еще нужно кое-что уладить сиро безымянная книжная лавка бродяга оказался не просто картину сара хогинс это огромная тварь выскочила из полотна и напала на пирса после долгой драки сыщик мог снова запереть в картине похоже он узнал что кинжал который он прогнал чудовище продал сенсор человек по имени элд жерон дрейк владелец безымянные книжной лавки из решает сходить туда на окошко то уже выбито улики ну-ка глава 6 но это есть места дом сандерсов отделаны в красно-золотых тонах очень впечатляет на интересе всего честная галерея фрэнсис сандерса это огромное помещение полный тревожных и мрачных предметов изображений обезображенных девственниц жертвенных кинжалов статуи чудовищ а центральное место занимать картины которые стала причиной его смерти бродяга сары хокинс близкого друга семьи того что случится в этой комнате я не забуду никогда кинжал редкий османский кинжал вероятно был выкован 16 веке на кратке стоит знак ставших предположительно он принадлежит поргал и ибр ибрагиму паше великому визирю при дворе сулеймана великолепного в легендах говорится что пор голы с помощью символа на кинжале защищал двор от существ которые обитала в дворцовых зеркалах суриман казнил своего визиря может быть он испугался продемонстрированные мощи выдержка из книги картина висела в горе фрэнсиса но мне кажется этой твари на она для перемещения больше не нужно она пришла в сандерсон подвал версальского института я не знаю откуда она явилась но ясно одно она голодна смог ли я отправить эту тварь обратно в мир я не знаю понятненько преподобный объявил сам себя пророком он оказался от бога и стал поклоняться странным языческим сущности чудовищного обличия его жена пыталась урезанить можно в тщетно он был убежден что должен осушь услышаться голоса в голове потому что тот говорил правду а слушаться голоса говорит о чужих услуги правду уже никто не знает это практическая руководство созданная техники аналогической интерпретации снов во время анализа необходимо соблюдать несколько правил особенности правила свободной ассоциации формулированные фрейдом в конце 19 века согласно этому правилу сновидения рассматриваются как проекция скрытых желаний я не верю что эту теорию можно применять в моих кошмаром это не доиграл он здесь в 19 веке когда американский китобойный промысел достиг своего расцвета киты постепенно исчезли из окружающих dark аутерс вот до тех пор пока регион был излюблен и прибежищем китовых и поэтому этот феномен кажется еще более загадочным в 1847 году после многомесячной охоты в порту вернулась китобойная шхуна с цила с гигантским существом на борту тихо и и давайте по полной будем обследовать у нас здесь имеется 17 веке на острове обосновалась колония уритан под руководством преподобного джона веклуда он назвал остров темная вода из-за оттенков морской воды они считали что все дело в необычном цвете скал окружающих остров поселенцы после первых постройки посреди которых был особня хогинсов церковь и кладбище в редких документах и рукописных заметках которые они оставили упоминаются кошмары и необычные случаи они загадочным образом исчезали в начале восемнадцатого века предметы знания так а тут а после вы ногти из охоты в порту вернулась китобой на шхуна с цила с гигантским существом на борту и команда утверждала будто вы всех китов в округе сожрала именно эта тварь чтобы защитить тушу затащить тушу на борт команде понадобится целая ночь вот так вот так что-то случилось подожди еще рано будете читать книгу прочитать книгу в этом сборнике перечисляются и официруется создание в которых мне никогда не доводилось слышать вот это этот который за мной охотился божество божества со звезд существа способны перемещаться между измерениями в самом сборнике утверждается что это справочник по бестиарию мифа без подробности о том без подробности о том какой же мифологии он относится на некоторых страницах можно найти фантаз но гарантические иллюстрации фантаз фантастические иллюстрации короче сейчас вы получите вот это я вам могу гарантирую так что еще можно подобрать эта книга не менее подробная и наглядная чем первое посвященное хирургическим вмешательством припор при пороках развития и моторных нарушениях подожди подожди тибетские тексты легли в основу силы философический эзотерического движения основанного елены блаватской в конце 19 века создательница теософии неоднократно ссылалась на его труд но никто и никогда его не видел я думал его попросту не существовало эта книга обнаружены в безымянной книжной лавке на острове дыкнут может оказаться как фальшивкой таки неопровержимым доказательством слов блаватской свойства труд так всего несколько лет назад практикующий врач мог использовать все достижения современной науки в этой книге последней серии доказывают что это больше невозможно состоять составление этого того приняли участие около 10 именитых врачей давайте давайте подходим подождите сначала так проверю а вон там что-то будет у вас странный амулет подвеска сделанной форме большого пса я не знаю что это означает может быть узнаю если покопаясь нижней лавке анатомия или примата то ли человека не поймут название этой книги полностью отражает ее содержание в ней приведены подробную и наглядные иллюстрации человеческой анатомии методов вскрытия для ее чтения нужно сильные нервы или свойственные врачам безразличия с врачей по анатомии вскрытия ну давайте переносимся то блин этот туман у меня перед глазами вау начнем самого начала пробушка о это я упустил или этого не было этот отпечаток оставил кто-то высокий вероятно мужчина владе похоже на блока димитантах правильно раз вам усилия все распорол руку то на хрен идиатиношка нет тут ничего у нас в эту комнату мы пока не заходим не можем зайти расследование происходит пока здесь так следов борьбы нет если взломщик разбил с кувшин то не намеренно кровь терял постепенно тут ничего нету вот калдал из убила всех этих животных вот сортов и фликс завор оставлять свой инструмент на месте преступления почему не волшеб сбежал не закончу своей работы вот что за чарльз хоккинс похоже это символ защищал хоккинсов вау то целый том ни хрена себе хоккинс сара хоккис помогала прятать что-то в эту сеть дрейк приложил немало усилий чтобы спрятать это чем бы она ни была ну давай посмотрим сейчас здесь прятала страницей боишься можно прочитать если кто-то найдет эти мемуары пусть не сомневается что я в большой беде так да и касаемо инструкции как найти комбинацию кио сейфу это пианино наверно там моя единственный так моя единственная последняя надежда в том что мое тело и кости все еще приобретают в этой реальности тогда и можно ныть их можно найти сжечь погребальную урну нужно отдать моей матери если она все еще в этом мире следующее сообщение очень важно кто бы то ни читал эти сроки если она обладает такой же острым как и я то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом оно лежит в моем сейфе а подсказки комбинация содержится на трех цилиндрах скрытых там же цилиндрах скрытых там где жизнь и учение объединяются в греческом слове каждый цилиндр пронумерован хоть и говорит знаменитый писатель что порядок удовольствие разума но беспорядок наслаждение возбуждение вот я и сам предпочитаю порядочный хаос но должен признать что обычно всегда возобладает разум если вдруг по какой-то случайности человек или лучше сказать гений сравнится с моей интеллект интеллектом и найдет способ открыть сейф я попрошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеги профессору мисс антонического университета ардметражу в этом сейфе хранится не только храткое изложение огромный объем уникальных знаний но и оружие слишком опасно чтобы попасть в плохие руки надеюсь ты сможешь оценить опасность которые она представляет и поступишь должным образом в любом случае меня уже не будет и я не смогу не помочь тебе не поставить не пострадать от твоих действий это цилиндр значит я нашел это сиотворные таблетки в нижней лавке не неужели книга торговец страдает от бессонницы это ключ со знаком старших единственное что может защитить твой разум это цилиндрический медальон на тяжелой цепи сотни лет назад на нем были выгравированы звезды и ветка которыми должны отражать силы древних все указывают на то что у прошлого владельца египетского торговца антиквариатом медальон отобрал чарльз хоппинс даты в газетных вырезках посвященных этого правонарушению совпадает с датами поездки хоппинсов каир непонятно знает ли об этом истинное назначение этого артефакта попробую это узнать отобрал пусть я все на фоне заходы самым старым амулетом 4 цилиндра процент 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 я сборник стихов эдварда этот сборник так 1908 она всего лишь три это сборник кажется известен как кошмарная лирика сам настоящая сенсация уже после первой публикации в 1908 году дебри тогда было всего 18 лет это книга нах будет в аркенской онтологии великолепное собрание сочинений по из эзотерики и сверхестественным явлением а мы не валим за книга по эзотерической философии ключевый текст его софического движения мадам блаватской эта книга входит так переводчик и редактор так этот сборник текстов разных верных создавал гениальный философ не входит изумрудный скрижали очень популярный среди так эта книга сборник сочинений о нам и не валим за данность коллекция она давал имбай арка медицина арка из них надо сложить на вот это хорошо пока надо подсказки как это все делать ладно цилиндры три цилиндра будем смотреть цилиндрики цилиндрики что-то есть нет шапка какая-нибудь нет потому что код то должен быть где-то здесь он не может находиться в поместье просто хрен знает о цилиндре который дрейк катался с 5 пожалуйста этих послушать а вот какие цели да я думал шляпа думала и ищу какие-то тоже ли цилиндры все правильно так послушать где послушать на чем улики так это чё а нет это мы его предметы так там виде о 1 цилиндр 20 а так все три у меня вот как у меня все три цилиндра так я нашел вот так она места я никогда прежде не у такого обширного собрания книг по магии оккультизм владелец магазина гораздо минувал себя эксперта в области эзотических феноменов не содержится многочисленные редкие запретные труды в здании он на те лавки стоит сейф защищенный древним символом библиотека была взломана и ограблена но вот это тоже не соверши не совершай не соверши ошибки не принимая этот камень за неживой предмет в этом нефритовом амулете заключена душа могущества волшебника пожирателя тела участников ульта land секты из центральной азии его характерная форма массивный охотничий пес олицетворяет трансформацию волшебника в гуля жаждущего человеческой плоти тот кто найдет амулет и найдет его наденет его на шее рискует на влечь на себя гнев волшебника он вернется в обличии грозного охотника чтобы найти и расчленить всех осквернителей вот так них ли на себя так ищем где у нас это чё такое things are not looking положение печальная а за каким-то хреном это нам надо будет вот первый цилиндр и эти красные капли словно драгоценные камни лежат неподвижно обрамленные божественно так быть хранителем грааля не значит не подавлять его чару я признаюсь я готов заплатить чтобы узнать его секреты грааль 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 вот где-то я видят вот этот кувшин и чё с ним не так началась а так эдвард пирс чаша знаний ну и чё красные грани до красные капли а вот они вот только раз 345 грааль этот клуба похож очень старый вроде было сделано из золота и украшен настоящим драгоценными камнями кажется сапфиры и рубины складывается какой-то узор да мне это нужны красный 5 ставим 5 так на рано еще слушаем я наконец-то понял что мы лишились фигуры на шахматы доске шахматы и пусть те из нас кто еще стоит о ногах защитить нашу белую королеву черных солдат для становится все меньше и чем больше я понимаю тебя сильнее моя воля мы должны восстать против судьбы чё у нас если я ходить не могу так то значит подсчет что у нас тут но черные нет потому что их до хрена белый только если мы остались нас стало мало на стала так росли королеву мы отбрасываем предположим если мы ее не считаем мы же должны защищать просто мы же не можем говорить какая королева королева ли король лево наверно королева короля почему-то нет почему короля нету не знаю потому что мы же не можем и так и и тогда получается защите если мы защищаем при настроен осталось мало трое сейчас слушаем последний вот здесь с книгами наверное с этими париться давай что нибудь хорошая чтобы я сразу понял что-то вот о нем а не так дорогой я еще и заблаговынивать и тогда и онтологию работать с архивист так изданий который ты мне прислал 9 том 9 том а зарат и другие ужасы а за тот и другие ужасы за тот и другие ужасы а за тот и другие ужасы а за тот и другие styки и палец куле что реку за тот и другие о двух и других не так 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 и она сейчас будет искать за то и некоторые дрейк так табора particular volume 8 савис это volumes that drake was talking about in his message what did drake said а может он есть я ты том которого здесь нет только минутку ну чтож открываем или как открываться а вот вот ну книга то мы видели что книга сзади нет у меня никто не хопанет он не хватанет и чего мы тут понимаем ни хрена рука какая-то там демона была и чё у меня книга видит величие между мирами могу ходить чё-то за сарумян сауром электрон там реверсальский институт в безымянной книжной лавке пирс обнаружил следы взлома он выяснил что за попыткой взлома стоит чарльз хоккес пирс открыл сейф книга торговца и узнал что там лежала книга в переплете человеческой из человеческой кожи которые непреодолимо влекла до таки его когда он открыл книгу его разум отказался оказался в чужом теле о как перенос сознания тоже наруто тут 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 баба же умела когда-то там сознание все перекидывание погружайся в безумие до доктор колден состоянии этого мужчины ухудшаются что говорят доктор фуллер и он занят с капитаном фрицам он специально просил не беспокоить о в таких случаях конечно же я посмотрю что можно сделать мистер блэйк вы меня слышите я доктор колден мы позаботимся о вас мы ничего не можем сделать я пыталась поговорить с ним но он не приходит сознание косметок вы в калорий его танквилизатор нет доктор я не колола и никогда никого никто не колол ваши запасы снова опустили опять давить хватало на весь остров все больше людей страдает из бессонницы мы не можем отказать от помощи само собой вы можете себе представить что испытывает этот человек ну-ка давай как это осмотреть пацаны хорошо я смотрю его 30 лет сильная гипотемермия паулы вокруг глаз и барабанных переполок микрос полюбинной ткани божий ну и запах его кожа полностью утратила цвет и кажется высохший он полностью обезвожен под кожей на подушечках пальцев руки ног ощущаются какие-то сольца мягкие и немного липкими живут со следами точечных излияния на отек не похожи сильное недоедание липкие выпуклости видимо указывают на наличие чужеродного тела вот так что доктор что скажете я не уверена что обладаю необходимыми знаниями чтобы лечить этого человека не говорите так вы самый лучший врач после доктора некоторые из этих симптомов я совершенно не понимаю вы обнаружили вы осматривали его живут как такое впечатление будто там живет кто-то он несколько дней ничего не ел вы уверены что это не отек уверена вы что отеков не видели слеза от нажатия пальцев не остается вы только посмотрите на эти шишки не может же он быть беременным чем бы оно ни было у этого человека внутри есть что-то чего там быть не должно его нужно срочно оперировать доктор фуллер говорил не беспокоится потому что только должен пройти сам и знаете я не уверена что доктор фуллер говорит правду несмотря на сокращение мышц и у руки очень мягкий он не мог потерять весь кальций не так быстро и все же если вы у руки есть пусть она мягче чем у новорожденного а что с его черепом он тоже мягкий на ощупь как череп младенца посмотрите на эти липкие кольца что растут у него на пальцах это же что же происходит с присоски яху какие-то я уверена вы найдете объяснение должны найти я вижу ему до и подкожные вливания но все равно обезвожен когда ему делали внутри он постоянно на перфузии я даже не увеличиваю рекомендуем увеличила но все бесполезно вы не поверите но когда мы купали его ему кажется стало лучше да словно ему нужен аквариум они перфузия но это не объясняет его состояние его тело мутирует я почти вы и сама в этом мире но эти симптомы не характерны для человека что вы хотите сказать только не говорите что верите в пришельцев нет бедняга вполне себе из нашего мира но его тело подвергается неестественным мутациям и это трансформация его убивает его тело просто не справляется где он мог подхватить такую инфекцию доктор колду могу я узнать что вы делаете с моим пациентом что я делаю сделали с ним вы давайте успокоимся моя дорогая мэри мне не нравится него что мне ваши намеки я сделал с ним то же самое что и с остальными обеспечил ему наилучий уход ваше воображение не имеет границ это опять ваши самодельные лекарства да но люди не морские свинки ну что же такого вы увидели что вас так разволновало это тревожные симптомы если мы не начнем действовать он умрет вы считаете я в этом не уверен я напротив полагаю что у этого человека есть великолепный шанс зацепить исцелиться от всех недугов нет доктор не себе он умирает и вот как что же вы имеете ввиду под этим не в себе он меняется он уже похож скорее на животное чем на человека удивительно животное говорите а поточнее нельзя головоногая может быть вас это веселит ваша реакция безусловно я же знаю как вы любознательны так будет реагировать вас заставлять не менее так бы это быстро говорите за этого человека и естественно не так я должна защитить свое открытие эти люди обязаны мне жизни однако мир к этому пока не готов но когда-нибудь я не позволю вам этого сделать запад вы меня разочаровывать имелись но я все равно надеюсь что когда-нибудь вы согласитесь со мной а пока займитесь своим пациентом и постарайтесь не забывать с кем имеете дело падла он что угрожал что он имел ввиду он предупреждал фуллер основатель этого института и один из самых влиятельных представителей нашей профессии мое слово против его не весит вообще ничего если я продолжу протестовать я просто уничтожу свою репутацию разрушу себе карьеру возмутительно мы можем что-то сделать неужели нет никаких доказательств его преступлений доказательства существуют я в этом уверенном я должна найти пропавшие медицинские карты и где же будете их искать в ее кабинете а если воспринимают даже не думайте об этом не хочу рассчитывая на вашу рассмотрительность конечно же доктор вы можете на меня рассчитать буду нема как рыба предметы знания как это все книги которые мы смотрели вот это вообще лучше не одевать ну чтож на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставляйте комментарии увидимся следующем видео пока 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 субтитры сделал DimaTorzok